Здравствуйте! В эфире программа «Репортер» с вами Евгений Луценко. Сегодняшний выпуск может растрогать вас до слез, а также вызвать прилив доброты и нежности к братьям нашим меньшим. История спасения с традиционным хэппи-эндом. Смотрим и верим в лучшее. Самарские пенсионеры спасли от гибели молодого сокола. Птицу едва не разорвали на части кошки. Супруги буквально вырвали пернатого из острых когтей. Но дома оставить спасенного не позволили квадратные метры. Репортер узнал продолжение трогательной истории. Кто кому оказался друг и почему важно смотреть под ноги в нашем сегодняшнем сюжете. Это Владимир Логинов, который каждый день выгуливает чижика. А это чижик, который каждый день выгуливает своего хозяина Владимира Логинова. И так изо дня в день. Но накануне вечером пес повел себя странно. Остановился у куста и начал лаять. Владимир Логинов нагнулся и увидел маленького сокола. Его едва не разодрали соседские кошки. Супруга пенсионера так растрогалась, что попросила взять птенца домой. Он по дороге кричал. Видно, мать звал. А вот сегодня, когда утром вынесли, я слышала, она там кричала. Она, видно, все-таки за нами где-то летела. Попоили, с пипетки покормили. Все. Он успокоился. Давай спать. А супруги открыли интернет. Почитали и поняли. Орнитологи из них никакие. Начали думать, куда пристроить найденыша. Однушка в старом фонде не очень подходит для хищной птицы. Инициативный дедуля открыл телефонный справочник и начал обзванивать всех подряд. Во второй половине стали звонить в зоопарк. Они так уклонились. Станцию юнатов. Говорят, мы только привитых берем. Если можно было в какой-то живой уголок пришколы. Сейчас все на каникулах. Выгорел самый последний вариант Владимир Логинов. Решил позвонить на телевидение. Репортер вместе с коллегами находит соколу новый дом. Спасенный птенец поедет с ветерком на заднем сидении. Держим путь на окраину города. Направляемся в один из конных клубов. Полтора часа пути и свобода. Птенец наконец-то может дышать свежим воздухом. Ольга Логинова предупреждает новых хозяев. За малышом нужен особый уход. У него на правой лапке пальцев нет. Он, видно, выпал из гнезда. У него еще пух даже не вылез весь. Во дворе конноспортивного клуба появляется фактурный мужчина Владимир Григорьевич. Настоящий атаман и знает, как укращать хищников. В его ладони легко умещается птенец. Один взгляд и вердикт. Жить будет выкормим. Один из самых маленьких сколов. Есть пустельга еще. Она чуть-чуть поменьше. Но она в основном так, саранчу. А это специи по воробьям и ласточкам. В программе реабилитации полный люкс. Куриный фарш, минеральные добавки. И через две недели начнутся деликатесы. Соколу станут приносить мышей. Орнитолог обещает, что к октябрю пернатый будет как новый. Только расправить крылья на воле так и не получится. Сокол в дикой природе может не выжить. Проблемы с поврежденной лапой атаман пообещал разрешить и даже придумать протез. Звать спасенного будут Герасимом. Сокол вместе с хозяином отправляются в новый дом. Ольга Логинова возвращается в город к мужу со спокойной душой. Теперь они смогут навещать пернатого, которому подарили шанс жить. На этом у меня все. Завтра еще больше удивительных историй про удивительных людей. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин